всем большой привет я немножко обновила свой спектр удобрений и прикупила вот таких вот товарищей это жидкий кремний жидкий кислород и стимулятор корнеобразования давайте начнем наверное со стимулятора корнеобразования это green fuse root с тех пор как я начала много читать про удобрения и решила что я буду давлять по схеме потому что мне хочется вырастить красивые здоровые пышные шикарные куртины на много направлений роста на шикарную ботву в общем все в этом духе я продолжаю читать продолжаю находить выбирать новые удобрения и я помешана корневой мне надо что в корневая влаух вот поэтому я решила попробовать такой вот стимулятор корнеобразования я не поливаю ним просто так все на свете и сразу я его даю или тему кого мало и надо бы их подтолкнуть к этому или тех кто как раз вот сейчас находится на стадии когда пойдут новые корни когда они вот только начали расти и я чуть-чуть добавляю чтобы помочь им это сделать кормлю я не в полной дозировки вот так что для меня думаю эта штучка будет полезно и вообще на всякий случай такой стимулятор корнеобразования должен быть у всех как-то растет растения и еще хочу сказать что как бы ни одним этим стимулятором стоит пользоваться потому что нельзя забывать что очень много других микро макроэлементов веществ влияет на образование корневой на то какая она будет ваш полив также на это все влияет также конечно же освещение но опять-таки мы сейчас говорим про удобрения поэтому нельзя забывать не про калий не про азот как кирпичики которые вот во всех процессах участвуют и многие вот еще наступление сделаю любят когда хотят зацвести свою орхидею дать монофосфат собственно калия если вы хорошо кормить орхидею азотом и она получает достаточное количество то конечно же в период цветения вы можете дать монофосфат калия ничего не будет но если вы не кормили не кормили орхидею у нее маленький запас азота это очень легко заметить по растению это когда нету положительного прироста скажем так то есть когда у вас один лист вырос а старый отстуд же отпал то есть идет замена вот такая значит не хватает потому что ему приходится забирать из старых тканей хотя бы должно ну хотя бы два листа вырасти один лист отвалиться ну то есть монофосфат калия вы рискуете потерять всю картину но до увидеть пышное цветение может даже не увидеть пышное цветение потому что растение не хватит сил потому что тот же азот используется как кирпичики для построения и цветоносов и бутонов и в дальнейшем же цветов это очень важно поэтому кормите скажем так сбалансировано и правильно дальше уже раз мы пошли в другом направлении то значит у нас идет жидкий кислород прикольная штука я о нем почитала в основном он используется в гидропонике я решила попробовать его использовать в орхидейном нашем деле что обещают вообще производители производители обещают что ой он повысит поглощение питательных веществ он ускорит темп роста также он повысит производительность белка на клеточном уровне у ваших орхиды тем же самым улучшится фотосинтез и ваше растение будет как более здоровая будет активно идти рост и будет насыщена кислородом тем более сейчас очень модно и себя насыщать кислорода всякие кислородные коктейльчики и прочее но в общем я решила попробовать это очень очень интересно потому что вот варианты повышения поглощения питательных веществ про и производства белка на клеточном уровне это очень очень круто это очень очень надо но опять-таки его нельзя просто начать давать и посчитать что все будет круто то есть эти белки должны откуда-то производиться да вы должны это понимать из надо еще и хорошо и правильно кормить всем остальным есть предостережение что его нельзя смешивать с органикой ни при каких условиях вот так вот и еще один товарищ который напоследок это жидкий кремний штука прям по описанию очень очень классно и единственный у нее минус она очень сильно повышает ph воды поэтому надо изначально использовать или воду с очень низким уровнем ph или дистиллированную воду или же у кого стоят фильтры и не тоже очищают и ph очень низкий или же использовать есть специальные препараты которые понижают уровень ph то есть вы сначала понижаете уровень ph потом добавляете столько сколько нужно собственно этого жидкого кремния это такой минус но как бы за все приходится платить и по сути все удобрения повышают уровень ph нашей водички для чего он нам нужен он способствует поглощению и переносу питательных веществ наших орхидей также увеличивает устойчивость грибковым заболеваниям и вредителям и укрепляет клеточные стенки то есть стенка становится более упругой более крепкой и например если у вас происходит переувлажнение это так например да когда у вас орхидея долго не получала влагу и потом не знаю вы вернулись из отпуска и вот не постепенно и и восстанавливать а как многие любят резко полить замочить и орхидея перенасыщается водой и в этот момент клетки могут лопаться они разрываются они не привыкли они становятся менее эластичные и иссыхаются и могут лопаться и в общем то это может нанести вред то собственно этот жидкий кремний он укрепляет эту стенку не вообще крепкий стенки клеток это очень-очень полезно также он способствует повышению производительности хлорофила очень интересное и для меня важное обещают что он повышает поглощение co2 это очень-очень надо нашим растениям и также обещается что он должен повысить метаболизм в целом а это означает что орхидея будет быстрее усваивать больше усваивать и быстрее производить из того что она усвоила другие полезные вещества которые нужны и опять-таки означает что у вас быстрее будет нарастать вот это вот самая зеленая масса бутоны и все прочее у нее быстрее будут проходить внутренние процессы и в общем то что очень сильно облегчить жизни вам и у кого я взяла можете посмотреть в описании все как всегда поставщика не меняю я ему доверяю в описании также будет предыдущие ссылки на предыдущие видео про удобрения которые я брала у этого же человека и там будет все это что вот он и не обманывает потому что я купила запакованные заводские банки я открывала их открывала то что купила у него разливное и я сравниваю и все то же самое поэтому я ему доверяю я у него беру если вы ищете где взять то можете воспользоваться такой моей подсказкой но единственный минус все мы знаем кто следит за внешним мира что британия объявила brexit все утвердилась подтвердилась она вышла из состава европы скажем так евросоюза и сейчас произошла плюс еще и коронавирус не добавляет приятностей идет небольшая заминка с поставками и меняются правила как из британии будут возиться поэтому меня сразу мой продавец предупредил что не все будет в наличии и приезжать будет не так быстро как раньше пока все не устаканится вернется на круги своя такое небольшое отступление по поводу авиаперевозок очень многие спорты тут все летают все лет не летают смотрите сейчас не хочу соврать не помню 35 или 15 процентов но сейчас вот или 35 процентов всего 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 воздушного транспорта летает в отличие от того как было до к вид то ли 15 но по-моему все таки 35 15 это капец мало то есть до самолеты летают но почти практически в три раза уменьшилось количество как транспорта воздушного который это все может перевозить и очень много ограничений поэтому скажем так надо быть терпеливым и все действительно уже не так просто как было еще в прошлом году не буду затягивать дальше это видео то что хотела я рассказала ну как минимум через полгода вообще через год я расскажу о результатах что я увидела понравилось мне не понравилось вот и ставим лайк подписываемся на канал пишем комментарии мне кстати будет очень интересно почитать для расширения кругозора и скажем так на заметку для разнообразия какими удобрениями пользуетесь вы что выбрали вы может есть какие-то еще классные фирмы и всем солнечных дней пышных цветений пока пока и не забываем заглядывать в описании